Максим Матросов Максим Матросов Максим Матросов Максим Матросов Максим Матросов И сама тема-то, она очень насущная, живая и требует к себе определенного творческого подхода в ее освещении, в решении. Это вдохновляет многих режиссеров, сценаристов, артистов сыграть вот в эти маленькие интересные истории, казалось бы. Потому что основные сюжеты уже прописаны, все были Голливудом, всех мы прекрасно знаем. А вот что нового, что интересного происходит в жизни сейчас, на это отвечают те фильмы, которые создаются именно в это время, в нашей, в которой мы с вами живем. И наш кинофестиваль уже имеет определенную свою репутацию, которую знают не только в стране, но и за рубежом. И когда мы объявляем о том, что состоится следующий кинофестиваль, в конкурсную комиссию, которая у нас находится в Москве, на Мосфильме. Возглавляют ее известный киновед Сергей Санчеловриндьев, который является нашим художественным руководителем. Приходят заявки на участие в эти фильмы. Кроме того, на протяжении всего года очень внимательным своим зорким оком мы следим за теми новинками, которые появляются в стране. И таким образом формируется программа. То есть наиболее интересные фильмы, которые ранее не демонстрировались у нас в регионе, в Чувашии. И мы считаем, что они достойны своего участия в конкурсе. Пишется уже приглашение для того, чтобы фильм был представлен на этом конкурсе. Никто нам не отказал, чтобы представить картину на нашем кинофестивале. Хотя в преддверии начнется после того, как закончится наш кинофестиваль, начинается кинотавр. И многие кинопремьеры состоятся там, многие держат свои картины для того, чтобы их показать на таком большом кинофоруме. Но наш событие, наш праздник кино, он, естественно, состоится и будет не менее интересным и насыщенным. Какой фильм в этом году откроет кинофестиваль? В этом году кинофестиваль откроется фильмом «Чудо» Александра Прошкина. Фильм будет продемонстрирован на пленке. Сейчас, еще пару лет назад, это было вполне естественно, интересно. А сейчас для многих эти технологии стали уже как бы ретро. И посмотреть фильм, окунуться именно в ощущение того, что ты смотришь фильм на пленке, на самом большом экране в Поволжье. Такую возможность предоставить наш кинофестиваль. Естественно, фильм будет показан после небольшой, но очень красивой церемонии открытия фестиваля. Где будут представлены члены жюри, артисты. И будут представлены небольшие ролики тех фильмов, которые будут участвовать в конкурсе. После этого будет и представлен фильм Александра Прошкина. Будут ли какие-то спецпоказы? Да. В этом году у нас запланирован очень хороший специальный показ, посвященный 80-летию Андрея Кончаловского. Будет показана достаточно полная его ретроспектива картин. Их более 12. Они пройдут у нас на всех киноплощадках города Чебоксары и Новочебоксарска. Будут представлять некоторые фильмы артисты, которые снимались в этом фильме. В частности, вот Елена Коренева приедет. Она будет представлять фильмы, в которых снималась. Далее у нас будет представлена специальная программа «Подарки членов жюри». Так как фестиваль 10-й, то каждый член жюри представит те фильмы, в которых снимались, либо снимали и непосредственно принимали участие. Вот как композитор, допустим, Юрий Патиенко, или как продюсер и артист Марк Курдинштейн, или Галина Бакашевская, которая сыграла самую замечательную роль за последние 25 лет, по мнению немногих наших кинокритиков. Здорово. А какие-то претенденты на победу уже есть? Раскроете карты. Претендентов 11. Все очень сильные. Да, конечно. Все они очень сильные и все имеют равные шансы получить главный приз нашего кинофестиваля. Для этого, чтобы определилось, кто же станет победителем, было собрано такое замечательное и удивительное жюри во главе с Марком Курдинштейном, легендарным человеком в нашем фестивальном движении в киноискусстве. И появление в нашем фестивале, мы надеемся, станет незабываемым для Чебоксар, потому что это очень полезные и интересные встречи для нашей творческой интеллигенции, для тех, кто хочет заниматься кино. Сейчас уже подходит, многие люди просят договориться о возможных делах, встречах, контактах, потому что люди, которые прошли свой путь в кино, в продюсирование, уже набили много шишек и, скажем так, готовы поделиться своей мудростью. Для того, чтобы продвинуть наше кино, наши проекты какие-то, я считаю, что работа будет у них достаточно большая, не только в отсмотре, обсуждении фильмов. Ведь дать профессиональную оценку произведения искусства – это очень важно и ответственно. Здесь невозможно ни повлиять, ни каким-то образом навязать какую-то свою точку зрения. Но и те встречи, о которых я говорил, они очень необходимы и нужны нам, нашим зрителям прежде всего, для того, чтобы люди ощущали себя неоторванными от какого-то единого такого кинопроцесса. Почему жители Чувашии должны быть обделены столичными звездами, они должны быть обласканы их вниманием тоже, и эти вещи должны происходить взаимно. Тогда состоится праздник. Вот это магия нашего фестиваля, магия кино. Надеемся, все будет замечательно. Кто из гостей к нам еще приедет? Так. Ну, у нас порядка 50 гостей на сегодняшний день. Заявлено это, прежде всего, создатели, авторы тех фильмов, которые представлены в программе большого конкурса игрового кино и в программе конкурса этнического и регионального кино. Это артисты, режиссеры, сценаристы. Далее. Наши замечательные члены жюри. Этническое кино и региональное жюри, председателем жюри будет Хаджикали Нурлиев. Личность легендарная. Как сказал Сергей Александрович Лаврентьев, самый известный туркмен мира. Также в работе жюри примет участие его супруга, народная артистка СССР Мария Аймедова. И уже полюбившийся чебоксарской публике, режиссер из Якутии, который в прошлом году занял гран-при в программе этнического и регионального кино, Степан Бурнашев. А что нужно сделать, чтобы попасть на кинопоказ? Надо зарегистрироваться где-то или нет такого? Знаете, у нас очень демократичный открытый фестиваль. И основная его цель – это дать возможность зрителям увидеть кино некоммерческое, прежде всего. Которое вряд ли пойдет на большом экране с каким-то глушительным финансовым успехом. Нет. Мы хотим сделать кино более доступным и каким-то образом повернуть его интерес к зрителям. Поэтому вход на наши киносеансы будет бесплатный. Это одно из условий, которые нам предоставляют эти фильмы для показа. Что показы должны быть некоммерческими. И для того, чтобы попасть на киносеанс, нужно прийти заранее в кассу кинотеатра, попросить билетик на кинофестиваль. Спасибо большое за интересную беседу. А я напоминаю, что у нас в гостях был Максим Матросов. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok